Вот эта серьезная фотография, очень серьезная, очень полезная. Я не только раздовольствовать могу, но и чему-то учить. Значит, зовут ее Лариса. Много лет общаемся по интернету. По-моему, когда-то даже письма давно писали, почтовые. И вдруг присылают, у нее гибнет дерево. Вы считаете, что оно уже мертвое. Значит, ошибки 9 из 10, каждый из вас уже знает прекрасно, что вот эта оградка погубила абрикос. У нее пока отсохла одна ветка, что делать? Ну, конечно, отрезать. Раз. Погибнет и все остальное. Смотрите. Да, сгнила. Да, замазала. Но это не убрала. Это настоящее. Ну, то есть, то, что мы сегодня с Анной проклинаем посадку углубления, да, вот, ну, углубление получилось все равно, согласитесь? Даже если здесь ровное место, углубление, оградка, она, она... Вот мне еще говорят, ну, что же делать-то? Значит, я пропагандирую низкую, низкий штамп, или отсутствие штампа. Вот это же то же самое, плохое проветривание, даже если оградки не было. На это я отвечаю, на то и холмы, что было проветривание. Возвольт должен не только сбоку вбоку, а и сверху вниз двигаться. Так, здравствуй, Валерий Константинович. Сильно мне... Да, ну, я понимаю, что Лариса сейчас увидит и уберет эту оградку. А дальше, ну, скорее всего, она не выживет уже. Да, еще, чтобы выжила, вот сейчас фактически прекратилось снабжение дерева кровью. Кровоток прекращен. Не только отрежьте сухие ветки. Вы сейчас... Уже все дерево больно. На мой взгляд, оно больно. А вот так вот, смотрите внимательно, если видно курсор. Вот так все отрежьте, замажьте, ждите чуда. Вот. Иногда бывает так, чудо повторяется так. Вдруг после такой сильной обрезки вылазит уже не здесь побег, а вот здесь рядышком, то есть от корней вот сюда выходит. Вот это будет вторая жизнь дерева, пусть уже не привитого. Но вы же видели, что мне не привитые способны на чудеса. Оценка мне переслал еще одно письмо. Добрый день. У персика отлонилась ветка. Очень ценное письмо. Много было плодов, была подпорка, но при сильном ветре вылетела. Держится ветка на коре. Мы ее подвязали к стволу. Можно ли замазать глиной с навозом? Ой, опять... Опять это... И перебинтовать. Есть и шанс спасти ветку. Спасибо. Пишу. Ветку жестко зафиксируйте. Отрежьте верхнюю половину, так как всю уже не выкормить. Аккуратно замажьте рану садовым варом. После фиксации. На фото, как я спас абрикос от страшнейшего разлома. Потом, к сожалению, не догадался. Вот эта вот ветка лежала на земле под грузом урожая. Я не формировал. Вот здесь рана была полностью вся открыта. Я ее вдвоем со страшной силой подвязали. Так. Даже не замазывал. Сейчас на этой ветке полно плодов. То есть я спасал не эту ветку. Подумаешь, там лишняя ведерка. Я спас дерево в целом. И спас. Спас. Вот. Поэтому вы все делали правильно. Только не надо гадить это этим самым. Вот. Ну, пепел. Почему еще говорят? Якобы навоз. Но не любой навоз. Якобы он обладает антисептическими свойствами. Не знаю. Пепел точно обладает. Рану пеплом посыпают. Ну да. Рану пеплом посыпают. Так. Прибинтовать, да. Еще раз говорю. Обрежьте капитально. Хотите спасти дерево. Из-за этой раны вашей, вашей. Вы фотографии не прислали. Из-за вашей раны может все дерево погибнуть. Да. Так можно спасти. Потому что была бы рана, я бы обмазал бы. Она бы у нас гнила, и дерево бы погибло. Я спас, Игорь Руссельев. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.